Двигаемся дальше. Вот смотрите, для тех, у кого больше всего выпала буква А, классический гардероб. Вот выглядит он таким образом. Если по каким-то, не знаю, причинам вам, по-моему, не понравилось то, что я вам предлагаю, да, вы можете набрать в интернете классический гардероб, женские комплекты и все, что вам выпадет огромное количество вариантов. Вот этот классический гардероб выглядит именно таким образом. То есть видите, да, спокойные цвета такие, доминирующие какие-то, один какой-то доминирующий цвет и дополнение. Дальше, как же выглядит, вот Елена Сергеевна, вы пишите, что у вас 5B. Вот, пожалуйста, это ваши цвета для вашего гардероба. Очень многие пугаются, когда видят, что у них больше доминирует романтика, считают, что романтика, ну, это лично такое связанное с юмшами, с бантами, ничего подобного. То есть она может быть и в цветах, в оттенках, видите, очень пастельные оттенки здесь применяются, горсовые такие структуры ткани, видите, да, вот, и спокойные такие мягкие округлые формы, а вот, применяются в этом стилевом направлении. Идем дальше. Вот это естественность, видите, да, как она выглядит. Так, 4А, так, видите, да, естественность, достаточно спокойные такие, не обтягивающие формы, свободные, где-то даже использование бахромы, вот это естественность. Вообще, если вы знаете, да, стиль casual, это два стиля помирились, это естественность максимально комфортная, да, и классика. Это стало уже понятной традицией для всех, стиль casual, который все любят, вот, таким вот образом. Ну и что? Драматические женщины. Вообще, чем отличаются драматические женщины от силы? Сейчас я немножко поподробнее о том, что мы здесь видим, да. Драматики, они отличаются, знаете, такое ощущение, что они все время готовы предстать перед камерой. Они все время как будто бы на показ, активные. Ну и здесь вот даже две звезды экрана, да, здесь Моника Белучи по центру, а вот второй, думаю, забыла, что они как зовут. Знаю, что она в Ангелах-Чарле снималась, да. То есть они очень такие, знаете, гублей даже слегка агрессивны, то есть к ним сразу так сходу-то и не подойдешь. То есть вот этот стиль, он такой, драма. Помните, Марлин Гитрих, вот она яркий представитель этого стилевого направления, такая всем известная. Моника Белучи, она больше внешне. Внутренне, по-моему, не совсем это ее вариант. Но вот все от нее ждут вот этого, поэтому она этому сам. Вот, вот это драматики. Давайте еще раз пробежимся, да, по характерам. Каким характером обладают эти женщины, которые любят тот или иной стиль. Вот эти дамы, они максимально такие расслабленные по жизни, да. Они слушают себя, они слушают то, что им нравится. Ну, хочу сказать, вот какой момент. Дело в том, что этот стиль не всегда уместен. Подумайте об этом. То есть его можно как-то немножечко, ну, что называется, чайную ложечку где-то применить, где вам хочется. Либо, допустим, использовать его вне работы. То есть в чистом виде на работе это не всегда уместен. Дальше. Романтика. Здесь представлены в основном, вообще романтичную одежду достаточно сложно найти, я вам должна заметить. Вот она как-то больше, вот здесь вот то, что представлено, это с естественностью и видена романтика. Если поискать, допустим, неоромантика, это, как правило, очень тонкие такие ткани. Это пастельные оттенки, это борсовые стук, тут-таки замшевые, да. Если сумка, то она замшевая, с округлыми формами. Кто вот яркий представитель этого стилевого направления, то это, ну, пожалуй, Водянова. Да, Наталья Водянова, вспомните ее. Вот она такая романтик, внешне абсолютно воспринимается. Кто еще? Знаешь, Дима Маликов из мужчин. Вот. То есть это очень такое вот направление. Оно кому-то близко, кому-то не близко. Забыла вам сказать, кто из естественников, да, из известных. Это вы знаете, кто? Муравьева, Ирина Муравьева. Вот она очень естественна. Мария Голубкина. Вот они очень такие. Что касается классиков, классика это всегда проверенное время. То, что проверяется годами, оно постепенно становится классикой. А вот, вот есть модная классика, то есть на фоне традиционных вещей использование каких-то модных элементов. На мой взгляд, это самое такое вот интересное направление. Вот. И это очень уместно, если вы деловая женщина. Если вам приходится решать особенно какие-то вопросы с мужчиной, с мужчинами на работе, да, ну так сложилось, да. И вот это направление самое для них понятное, они вас воспринимают на работе. Даже если вы в платье. Вообще, если женщина все время ходит в брюках и на работе, и везде, мужчина постепенно ее воспринимает своим парнем и не дает никаких поплаток. То есть вы знаете этот момент, да. Если вы время от времени не одеваете, то брюки, то платье, да. Вот, наверное, по самому месту. Вот. Это все, что касается стиля. Так, ну вот я вижу в чате, что у нас у меня А3, С3 и Д2. Ну вот смотрите, у вас доминируют А и С. Значит, для вас наиболее оптимальный вариант, это я отвечаю Виктории, да. Это, конечно, casual, естественность и классика. Для вас это самое главное. Ну что, двигаемся дальше. Поставьте мне плюсики, пожалуйста, кто готов со мной пойти дальше. Отлично. Ну что, я предлагаю вам перейти к архетипу. К архетипу. Вообще, что такое архетип? Это базовый образ человека. Ну, проще говоря, знаете, это определенные модели поведения. Определенные модели поведения. То есть то, что мы понимаем, безусловно. Спасибо, дамы. Что я вам сейчас предлагаю? Вот сейчас я вам покажу слайды с 7 архетипов. Дам вам для меня. Для чего? Посмотрите, 7 архетипов. В каждой из вас они есть, но в разных пропорциях. Понимаете? То есть мы когда готовим площадь, у всех по-разному получается. Вот здесь та же самая история. Вот. Получается, что нам важно, что выяснить. Какой у нас самый главный. Как это понять? Вот когда вы войдете в этот архетип, то есть попытаетесь переставить себя на месте этого архетипа, вот этого героя, так скажем. У вас какой-то вот просто вот откликнется очень сильно. Какие-то меньше. Какой-то совсем практически не откликнется. Наша задача с вами проранжировать. Ну вот мой пес решил поездить. От самого большого к самому маленькому. Задача ясна. Поставьте, пожалуйста, плюсы, кому все понятно, чтобы не сами двигаться будем. Отлично. Замечательно, да. Замечательно. Двигаемся. Ну смотрите. Первый архетип. Это вождь-лидер. Какие качества он описывающий? Это мудрик, сила, покровительство. И самое главное, он не боится взять запутственность или себя из-за тех людей, которые верят. Я вас очень попрошу, попытайтесь войти вот по этому. Возможно, киношный герой какой-то вам поднялся. Возможно, вот этот же был у нас тут какой-то вождь пленен, да. А вот попробуйте войти туда. Вот от вождя. Как он вам откликается, на сколько откликается. Отлично. Ну что, идем дальше. Следующий архетип. Пометьте себе, как он вам, допустим, вождь-лидер, как он откликнулся, на сколько, допустим, давайте мы с вами придумаем такую некую шкалу от 1 до 10, да. Вот на сколько у вас откликнулся вождь-лидер, на сколько, от 1 до 10, поставьте себе, чтобы нам потом было проще все. Отлично, Татьяна. 7. Пометьте себе, где вы там. Идем дальше, да. Следующий. Это маг-волшебник-чародей. Маг-волшебник-чародей. Это умение сделать невозможно, решение неразрешимых проблем. Вот самое главное качество мага, это уверенность колоссальная в том, что все возможно. Вот это вот одно и самое главное его качество. Вы попытаетесь в него найти, как он откликается. Маг-волшебник-чародей. Насколько ему пришлось. Слышно, замечательно. Замечательно. Угу. Отлично. Ну что, давайте пойдем дальше. Следующий архитеп, это мать. Мать. Очень многие женщины, кстати, начинают переживать, что если мать не откликается, вы знаете, ну, мы все с вами разные, абсолютно, совершенно необязательно ей матери быть на первом месте, если не на первом месте, у вас какие-то другие достоинства, это прекрасно. Ну что, мать, это доброта, сострадание, забота, чистота и порядок, нежность, внимание. То есть, вот если вспоминать из известных кого-то, да, это, конечно же, мать Терезы, отнимите вот этот образ, да. Мать Терезы, иногда говорим, это ты, как мать Терезы. Вот мать, такой архитеп. Идем дальше, да. Так, следующий архитеп, это отец. Отец. Ну смотрите, чем он отличается от матери. Знаете, здесь возможна агрессия, несмотря на то, что здесь есть забота, сила, требовательность, строгость, бескомпромиссность, но бывает и справедливая агрессия, понимаете. То есть, вот отец, он может сказать, допустим, не пойдешь гулять, потому что год получил. Мать, она, безусловно, любит, да, а отец, это требовательность. Вот если мы вспомним господина Путина, то у него как раз несколько архитепов прослеживается. В первую очередь это отец, лидер, ну и что там другие есть. Вот, на главных, на первых местах у него отец Илькин. Отлично. Отец. Угу. А вот, а больше, у кого-то меньше. Отлично. Следующий архитеп. Ангел, мученик святой. Это носитель откровения истины, святость, чистота и непорочность. Да, ну вот если вспоминать из живущих людей, у кого был образ Ангел, это, конечно, принцесса Диана. Помните, да, ее? А вот, то есть образ такой вот святой чистоты, несмотря на все то, что с ней происходило там, да, но вот образ у него был такой Ангел. Давайте попытаемся войти в этот мир и представить. Ну что, идем дальше, да? Еще один. Ну, раз есть Ангел, да, значит, есть Диавол. Вообще не надо пугаться, очень многие пугаются, если на первом и втором месте вот этот вот архитект появляется. На самом деле Диавол это колоссальная энергия, несмотря на то, что это наша тень, сила которой трудно противостоять. В буквальном смысле абсолютно, а власти абсолютно, это чисто нельзя. Вот так как у нас есть вот в сочетании со всеми остальными, да, но это некая темная сторона нашей местности. Вот. Если знать, как эту энергию направить, вот, если вы научитесь ее контролировать, это будет классно. Отлично. Кстати, есть дамы, с которыми я работала, они говорили, у меня его нет, потом выяснялось, что очень даже есть. Это хорошо, что он есть. Именно он нам преддает этот архитект женщинам июнь какой-то, да. Так, идем дальше. Ну, точно герой, да. Ну, здесь, как вы видите, у нас такие современные герои. Вообще, самый раздражированный такой образ, герой, это, знаете, это Прометеи. Помните легенду о Прометеи? То есть, его приковали за то, что он людям отдал огонь, его приковали к скале, и каждый день передал огонь на покрылого ему плечи. Это такая страшная история. Ну, самое главное его качество, вот, героя, это готовность к самопожертвованию. К самопожертвованию. Ведь он для других готов вот просто вот всем пожертвовать. Ну и, конечно, множественность и смелость. Отлично. Ну вот, собственно, все архетипы дамы мы с вами разобрали. Все, да. Давайте еще раз мы с вами пробежимся и попробуем с вами уложить в последовательность. Какой за каким. Я вас очень рада все это сделать. Еще раз. Вожь лидер. Мудрость, сила, покровительство, умение взять на себя ответственность. Дальше. Мак, волшебный чародель. Умение сделать невозможное. Решение неразрешенных проблем. Далее. Мать. Доброта, сострадание, забота, чистота и порядок, нежность, внимание. Отец, сила, требовательность, строгость, бескомпромиссность, справедливость, агрессия. Ангел, мученик святой, носитель откровения и истины, святость, чистота, непорочность. Дьявол. Наша тень и сила, которой трудно противостоять, в буквальном смысле абсолютная власть и абсолютная зла. И он, конечно, герой. Мужественность, смелость, готовность к самопожертвованию. Ну и что? Мы с вами проранжировали. Какой за каким, да? Наша задача узнать свой первый архетип и последний архетип. Все святые задачи сказали. Пожалуйста, поставьте плюс. Отлично. Отлично. Благодарилось. Ну что? Когда мы с вами идем дальше, смотрите. Первый архетип – это тот, который у нас ведущий. Мы на полную катушку используем его характеристики в своем образе. В своем образе. Ну, давайте еще раз прорежем. Если у вас на первом месте лидер, то что нам главное выбрать? Какие-то цвета лидерские. Какие у нас цвета лидерские? Самый влиятельный цвет – это темный синий. Полюбите его. Если вы каким-то образом планируете проявлять это. Ну, вообще, я бы все-таки прислушалась к себе, да? А вот. Видите, темный синий, как я уже сказала. Второй у нас, там был архетип – это маг. Что? Может, маг? Мы в своем время для мага нет ничего не возможного. И если говорить о тексте так, каким мы можем использовать на себе в образе, то самый идеальный вариант – это использование фиолетовых оттенков. Я вам просто рекомендую, обратите внимание. Знаете, мне очень часто приходится слышать от женщин, что фиолетовый оттенок – это ужасно, вдови цвет. Вообще, самое большое количество стереотипов, связанных с цветом – это именно плоскости фиолетового цвета. Фиолетовый цвет, почему он такой, вот, видите, первый ужасно, не нравлю себе фиолетовому. Татьяна, просто не нашли свой фиолетовый. Вот поверьте мне. А фиолетовый цвет – это цвет противореческий. В отличаются синие энергии, это спокойная энергия, энергия покоя. И красная энергия – очень активная, сексуальная и так далее. Страсть, да? Вот они встретились. Все зависит от того, в каком количестве того или иного цвета. Возможно, Татьяна, вы просто, вам нужно обратить на более синий цвет фиолетового цвета, на более красный, в зависимости от того, что вы для себя выбираете. То есть вот, дамы, я предлагаю просто посмотреть на себя по-другому немножечко сейчас. Мы на протяжении жизни, как бы, живем определенным образом, к чему-то привыкаем, и мне пришлось вот во время своей работы развеять большое количество стереотипов. Я вас просто призываю, посмотрите на себя другими глазами. Просто попробуйте. Возможно, вам что-то и понравится. Просто поприкладывайте к себе фиолетовый, такой, другой и так далее. Можно даже не мельчить. Дальше, если мы говорить будем с вами о следующем стереотипе, у нас здесь, так, мать, что же мы можем использовать мать? Конечно, это все оттенки красные. Все оттенки красные. Ну, я бы рекомендовала не вот яркий, красный такой оттенок. На женщинах нашего возраста очень благородно смотрятся такие розоватые оттенки, возможно, в оранжевые, возможно, фиолетовые, розовые, такие, неизвязные. Такие цветовые сочетания очень хороши на тех, у кого главный цвет оттенок, и очень хорошее сочетание для них это красное. Красное. Дальше. Следующий цвет, как я говорю, архетип, это у нас отец, конечно. Отец. Стробость, как вы видите, требовательность. Здесь я бы вам предложила за основу взять серый оттенок. Опять же, возможно, вот, хотя не нравится фиолетов, кому-то не нравится серый. Опять же, повторюсь, скорее всего, вы просто не осуществите. Поищите. Поищите. У серого цвета, если не ошибаюсь, больше писта оттенок. Поэтому, вот, просто найдите свет, посетите себе вене и поищите. Мой цвет оттенок. Прекрасно. Так. Дальше идем. Следующий у нас ангел. Ну, ангел. Это, конечно, все пастельные оттенки. Все пастельные оттенки для них просто замечательные. Обратите внимание. То есть, борсовые структуры, вот, типа замщи, да, понимаете, что это просто. Вот. Вот это просто отлично, идеально смотрится на тех, у кого вот это вот. Вы себя будете очень комфортно в этом чувствовать. Не наглее это еще. Да. Если мы говорим о дьяволе. Если он у вас по каким-то причинам оказался на первом месте. Я вас очень прошу, не бойтесь. То есть, вы попробуете контрастность. Контрастность для шоу. Возможно, сочетание черно-белого, если вы возьмете черный тон и синий, не черный, то лица его чем-то оформите в другом. То есть, вот это сочетание черно-белого, сочетание леди и джиндерменного. Вот это просто для вас наркотка. Можно использовать небольшое количество красных. В этом случае, это будет прекрасно. Это что касается геройности. Ну смотрите, герой. Если вы вспомните флаг России. Наталья, давайте потом я на этот вопрос отвечу. Что касается героя. Вспомните российский флаг. Помните, да? Белый, синий, красный. Как раз вот это сочетание бело-синий и красного. В российском флаге используется голубой цвет. Почему-то потому что синий с красным. Он достаточно агрессивный сочетание. Именно вот это сочетание, оно очень подходит на герой. Обратите внимание. Возможно, эти цвета будут предглушенные. То есть, что такое предглушенные. Вот представьте себе ярко-красный, мы добавляем серый, либо черный. Они становятся как будто бы такие более спокойные, да? Эти оттенки. Очень рекомендую обратить на них внимание. В сочетании с белыми. Да, спасибо, Лариса. Это что касается архетипа. С первого мы с вами выяснили. Он у вас ведущий. Разумеется, оказывает влияние и второй архетип. Но меньше. Нежели вот этот флаг. Нам важно знать последний архетип. Седьмой. Какой у нас последний архетип? Чего у нас меньше всего? Именно он является почкой русской нелегальности. И используем его в качестве дополнения. К своему образу основного. Мы используем. Задача ясна. То есть, если предположим. Представим себе гипотетически, что первый архетип у нас нет. А последний, предположим, герой. Это то, что было в наших сайтах. Представим себе. Значит, мы используем темно-синее оттенки. И добавляем геройские сочетания до красно-синий. Допустим, что там дополнение может красное к темно-синему костюме. Задача ясна. Если говорить про геройские аксессуары, то для женщин я бы рекомендовала что-то у лица. Вообще, те женщины, кто открывает лица. Я вот тоже, кстати, отращиваю щелку. У меня надается эта операция очень сложная. Те женщины, которые от лица убирают волосы, они смотрятся более... Вот таким вот образом можно в себе поднять героя. Если он у нас автор есть. Вот именно у меня он на последнем месте, поэтому я вот это работаю. Зеленый и коричневый используются в дополнении гелен. Допустим, если мы говорим о зеленом и о коричневом, мы можем быть использованы ангелом. Коричневый цвет – это тот же оранжевый, только затемненный. То есть это натуральные оттенки, мы можем его использовать там. На самом деле. То есть это не самые главные оттенки, так скажем. Когда вам нужно усилить свой архетип, делаем внимание. Вот. Что касается архетипа, задача ясна. Вы всегда были поставки, если вы ответили на свои вопросы, на свои какие-то непонятки связанные с этим. Угу. Отлично. Отлично. Вы говорите мне ставить равно, я так понимаю, что она согласна с этим. Хорошо. Ну что, давайте мы подведем с вами некий итог того, что мы оценили. На что же нужно обратить внимание женщинам в возрасте и 45. В первую очередь, конечно же, необходимо обратить, чтобы у нас с вами были отработаны некомплексные. Почему? Потому что я уже вам говорила в начале, да, что когда у нас с вами, когда нам 20-25, тогда же 30-35, да, мы будем честны с собой, да, мы с вами можем обаять только в силу того, что вот мы хорошо любим. С возрастом, ну, как бы все немножечко не так однозначно вспоминать. Именно поэтому одежда выходит, ну, не могу сказать, что на первое место. Это, конечно, дополнение. Не буду сейчас совсем восстать. Но одежда занимает на теле достаточно много места, именно поэтому нам необходимо помнить о том, что как мы одеваемся, это очень важно. Ну что, комплекты. Выбираем базовые вещи в спокойных оттенках, вокруг которых мы с вами закручиваем свою историю бордерога. Дальше. Комплекты. Подчеркивать достоинство. Ну, я думаю, что в детстве у вас было много доброжелателей, так происходит большинство. Не думаю, что вы стали большим исключением в этом. Все говорили нам о наших недостатках. Большой нос, короткие ноги, все что угодно. Я предлагаю вам эти голоса внутри себя там выключить и воспринять себя, попробовать даже, знаете как, здесь такое замечательное упражнение у меня в тренинге. Мы пишем свои недостатки, мы их знаем точно, а вот достоинства мы не знаем. Что мы делаем? Мы пишем в одну колоночку недостатки и достоинства. Дальше что мы делаем? Там где недостатки мы это открываем, а вверху там недостатки мы пишем, а зато у меня там красивые ногти, у меня прекрасные волосы. И делаем акцент на этом. Так как я работаю в этой недостатке достаточно давно уже, я вам хочу сказать, что пользуюсь мои наблюдения и с коллегами мы общаемся на эту тему. Если мы строим выброс только на том, что пытаемся скрыть недостатки, мы получаем серую ночь. серую ночь. Кто хочет быть серой ночь? Мироследовательный. Поэтому мы что делаем? Мы работаем комплексно. Скрываем недостатки, забываем про них, просто знаем, что они у нас есть, что это не наши сильные стороны. И подчеркиваем достоинство. Только тогда мы получаем очень классный образ и вы себя будете чувствовать просто. Дальше. Что мы делаем еще? Подчеркиваем достоинство. В возрастной одежде имеет большое значение цветы. Найдите свои цветы. Разумеется, в рамках такого небольшого вебинара я не в состоянии осветить для каждого все. Для этого я вам могу предложить на свою дальнейшую программу идти. Но об этом чуть позднее. И обратите внимание на принт. Вообще на рисунок. Какой должен быть рисунок на нашем платье. На чем угодно. Посмотрите, у нас есть с вами величина ладони. Рисунок, который повторяется на ткани, он не должен превышать размер ладони. Принт. Понятно, да? Вот для нашего возраста это не важно. Если, предположим, вам захотелось одеть футболку, полсток, все что угодно с большим принтом перед или рисунком, да? Обратите внимание, что это за принт. Дело в том, что женщины с фигурой яблоко принт ярким впили совершенно ничего. Если вы обладательница, положим, фигуры типа стройная колонна, песочные часы, я вас поздравляю, вы можете носить все что угодно. Вы можете носить. То есть, вот просто будьте внимательны. И раз разговор пошел об этом, предлагаю вам, ну, возможно, поместите каким-то образом. Есть еще один замечательный тест. Как мне выглядели глупо в одежде, в той или иной. Кстати, для нас, для женщин нашего возраста, мы иногда переживаем. Есть такой простой тест, придумала его Шанель. Ей можно доверять домой. Что мы делаем? Мы встаем с вами спиной в зеркало, когда мы оделись и готовы к выходу. И резко разворачиваемся в зеркало. И вот смотрите, первое, на что попадает ваш взгляд, именно это лишнее в этом комплекте. Это очень простой тест. Я думаю, в состоянии мы все сделаем. Как вы будете его использовать? Нет? Будете добавить плюсики, кто уже хочет попробовать. Ну, отлично, да. Я рада. Ну что, идем дальше, да? Свет и принц. Найдите свои цвета. Потратьте какое-то количество времени. Это очень важно. Вот смотрите, Виктория. Я полные песочные часы. Вот смотрите, самое главное правило для полных песочных часов, это не носить оттягивающие вещи. И вещи с блеском с какими-то. Да? Вот и все. Если у вас есть животик, нам ничему принц впереди получается. То есть, если вы не хотите принц, я не настаиваю абсолютно. Принц может быть, допустим, на уровне людей. Не вопрос. Идем дальше, да? Омолаживающая вещь. Что я имею в виду, как я говорю, омолаживающая вещь? Это не значит, что вы сейчас пойдете в магазин Мохит или какой-то молодежный номер, да? И купите и несите, что себе купите. Вот смотрите, если мне 47 лет, то я смело могу носить ежду, в которую бы купила себе женщина 37 лет. Понятно. Минус 10. Смело. И только благодаря этому приему мы с вами становимся моложе, энергичнее и еще не лучше. Поверьте. Вот очень простой пример. Рекомендую. Омолаживающая вещь. Назовем и не помимо так. Дальше. Следующий момент. На что можно еще обратить внимание? Длина, платье либо легкие. Очень часто женщины приходят и задают вопрос. Попробуйте, знаете, по скайпу консультирую. Так. Сейчас секундочку, Елена. Закончим, если я расскажу вам. Длина, платье, юбки. Женщины приходят и когда ты их не видишь целиком все тело, невозможно сказать, где должна заканчиваться юбка либо платье. Это делается опытным путем. Как это делается? Встаем перед зеркалом. Все делается перед зеркалом. Попросите помочь кому-то. Дочь, подруга, кто угодно. И вы начинаете самую длинную нюбку подгибать постепенно и подкалывать элоками. Как правило, самая мощная длина юбки либо платье лежит в той плоскости, где ваша нога достаточно узкая. То есть вы понимаете, что каждый из нас с терапорами, поэтому нельзя сказать, что вот только такая длина вам подойдет на 10 см между коленом и так далее. неудачная длина юбки. То есть вы должны опытным путем найти свою длина юбки. Почему? Потому что если неудачная длина юбки, если она у вас заканчивается в широком месте времени, а сейчас, к сожалению, вот эти длины очень модные, то что получается? Вы становитесь ниже лобку и шире, килограмм как на 5, на 7. Понимаете, да? То есть мы убиваем сами себя. Я предлагаю все-таки этого не делать, а попробовать вот таким вот образом. Как правило, самая удачная длина либо сразу под коленками, либо чуть-чуть меньше. Вот поищите свою длину. Вы поймете, как вы выглядите самой лучшим образом. Елена, ну попробуйте перезагрузиться. Наталья, вы говорите, что стройные ноги прекрасно. Но вот есть такое правило, что после 40 уже не принято носить юбки ниже коленки. Вы знаете, вот бытует мнение, что короткие юбки носят только секретарский состав. Но это тоже не я придумала. Ну вот так вот, вот так вот работает социальное восприятие. Ничего с этим не сделаешь. Так, на что я еще предлагаю обратить внимание. Аксессуары обувь. Вообще, ну обувь уже отдельно выделили, группу отдельную аксессуаров, да? Очень важно покупать аксессуары, ну настолько дорогие, насколько вы себе можете найти. Почему? Потому что аксессуары – это последнее, что мы… Елена, я сейчас повторю. Аксессуары – это последнее, что мы одеваем и первое, что видно. Да. Именно поэтому, вот здесь обратите внимание. Очень качественные обуви. Очень качественные сумки. Ну, пластик я уже не говорю, что да, мы в нашем возрасте пластик не желательно носить, да? Вы это сами понимаете. Натуральное украшение. Путика в вашем габирюле будет меньше, но это будет вот на вес зуба. Ну и последнее, на что я хочу обратить ваше внимание. Конечно, нам нужно радоваться. Почему? Потому что, когда у нас хорошее настроение, когда мы с утра одеваемся с удовольствием, то и выглядим мы, конечно же, моложе всегда. Вот. Так, хорошо, давайте еще раз, Елена. Что касается длинной юбки. Ой, прошу прощения. Что касается длинной юбки. Я сказала, что необходимо опытным путем, перед зеркалом подкалывать несколько вариантов длинной, двигаясь от самого длинного к длинному. И вы найдете для себя оптимальный вариант. Вот это то, что я сказала. Так. Ну что, мы с вами близимся к концу. У меня к вам просьба. Если... Да, запись, Лариса. Да, обязательно. Если есть какие-то вопросы, у нас сейчас есть буквально пара минут, я могу на них ответить. Сколько мы сейчас длины? Угу. 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 Мы поворачиваемся спиной и разворачиваемся резко для того, чтобы понять, что у нас лишнее. Точно так же этот тест действует и с металлами. Почему? Потому что у нас есть определенные стереотипы, понимаете? А когда мы это делаем резко, поворачиваемся, мы же себя воспринимаем не как я вот, а как просто лицо сначала. То же самое работает и лицо, и наш комплект, в котором мы сейчас находимся. И то, что первое бросается в глаза, именно оно лишнее. Вот, это я имею в виду. Так, что касается того, что про открытое лицо, без челки. Те женщины, еще раз, и мужчины, которые убирают волосы от лица, они смотрятся более решительными. Вот это я вам предлагаю использовать, если для вас это актуально. То есть, чем больше вы прикрываетесь, лицо прикрываете, ну, у всех у нас для этого есть разные причины, да, тем, соответственно, более решительными кажутся. Вот это я и не надеюсь. Ну что, да, мы есть еще какие-то вопросы? Ну, по всей видимости, нет. Ну что, если, а про прически. Ну, что касается причесок, боюсь, что мы сегодня с вами не успеем разобрать. Что касается причесок, это, знаете, тема очень большая такая. Да, согласна с вами. За один раз все это нереально сделать. И поэтому я вам что предлагаю? Я вам предлагаю найти меня во всех соцсетях. Я здесь, видите, здесь делилось немножко слайд, да. Что-то все типическое отреческа. Сейчас я вам не успею, да, не успею вам это все рассказать. Я предлагаю меня найти. Я есть во всех соцсетях. Вот здесь вот представлены все они, как меня там найти. Можете зайти на мою страничку, добавить. Если у вас появится желание дальше участвовать в каких-то моих программах, да.